Чернобыльская атомная электростанция Все вы знаете, недавно нас постигла беда – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Огромную долю работы и ответственности взяли на свои плечи партийные, советские и хозяйственные органы Украины и Белоруссии. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. От имени ЦК КПСС и Советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе. Когда с 70-й отметки с крыши реакторного зала был сбит огонь, и по этой дороге медики с санчасти номер 126 вывозили обгоревших и облученных в клинике Киева и к самолетам на Москву, вся борьба была еще впереди. Особая зона. Дальше только по спецпропускам. На карте вокруг АЭС красная черта. Круг радиусом в 30 километров. Создана правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Борисом Евдокимовичем Щербиной. Оперативный штаб с чрезвычайными полномочиями. По его приказам в адрес Чернобыля отобсюду перебрасываются техника, материалы, люди. Опустили фермы, остановлены предприятия, закрыты школы. Эвакуировано население городов Припять и Чернобыль. Все села. Более ста тысяч человек. И в простом, привычном на путстве у дороги с той ночи апреля горький привкус. Беды. Смертельный враг, который даже за стальной броней зашкаливал стрелки дозиметров, и невидимый вершил в теле человека свою злую работу, радиация. У нее нет ни запаха, ни цвета. У нее есть только голос. Вот он. На экране один из кадров, который студийный АТК сначала задержал как брак. Но это не брак. Это зримый лик радиации. Вглядитесь. Этот самый первый короткий кадр был снят тогда, когда из люка бронетранспортера разрешили подняться с кинокамерой только на 30 секунд. Но здесь, в ту ночь апреля, уже прошли первые. Без брони, без защиты, без секундомера, зная об опасности, которую не избежать. Словно в последнем броске на амбразуру. Наша вторая кинокамера была заряжена черно-белой пленкой. И потому хроника первых недель в фильме будет черно-белой. Цвета нашей тревоги и печали. Да, это он. Четвертый реактор Чернобыльской атомной. Вскоре после взрыва. Бывший гордостью два года. Ставший бедой на годы вперед. Первую лепту внесли пожарники, которые своими усилиями уже локализовали мощное горение, которое могло привести к очень большим неприятностям. Но продолжалось горение в граффити реактора. Выделялись радиоактивные аэрозоли. И поэтому правительственные комиссии в дебатах и спорах, почувствовав, что традиционными способами, которые на станции были заготовлены, локализовать эту аварию не удастся, стали на ходу принимать решения, которые позволили бы эту задачу локализации, создание первого защитного барьера на пути распространения радиоактивности решить. И вот было принято атаковать этот реактор сверху. Были подобраны соответствующие композиции, которые позволили бы выделяющееся тепло забрать на себя, которые позволили создать мощный фильтрующий слой. Впервые в лексиконе штабов возникло слово «саркофаг». Пришедшее в дни и ночи нашей тревоги из глубины веков оно приобрело иной спасительный смысл. В толще железобетона упрятать ядерную кухню разрушенного реактора. Для вечного захоронения. Засыпанного не связано, это все равно, что ничего. Теплотвор-то будет, а матрица-то не будет. Поэтому нужно нам сейчас предусмотреть наряду с возможностью саморазогрева, нам нужно предусмотреть и искусственный нагрев. Сейчас в институтах страны идут очень активные эксперименты день и ночь, которые показывают, как нам надо действовать. И сейчас у нас есть хорошая программа в части реактора. Мы стараемся максимально создать благоприятную радиационную обстановку для работ, безопасную. И поэтому ищем таких путей, которые бы с одной стороны надежно локализовали, но с другой стороны не подвергали бы опасности людей, которые работают. В эпицентре опасности, на АЭС, правительственная комиссия из множества аварийных работ назвала на тот момент главную жидким азотом охладить клокотание адской ядерной кухни. Заседание комиссии ведет заместитель председателя Совета министров СССР Иван Степанович Сиваев. Поднимите, да. Сдавать схемы для закачки азота. Давайте назначим время закачки азота. Давайте. Мы будем готовы к 12. Я видел, Павлович, к 12 они будут готовы качать азот. Я думаю, можно давать им команду, пусть качают. Прежде на увязке и утряске уходили месяцы. Я только что, я только, я только говорил с мостовым, сейчас он связывается со Львовым и после оперативки позвонит. Теперь достаточно ночи для самых ответственных решений. Напрямуем. Пресловутые ведомственные барьеры словно не существуют. Хорошо, все-таки дайте справа. Чтобы передать решение или идею от министерства к министерству. Вместе посмотрим. Достаточно перейти от стола к столу в штабе комиссии. Так, значит, сегодня у нас будет такая, товарищи, давайте, обстановка, приедут новые товарищи. Я думаю, что мы вначале их введем в общий курс дела, где-то часов 15. И на 17 часов, на 17, назначим рассмотрение предложений проектантов по саркофагу, по канатной линии, весь комплекс проектных вопросов. Есть вопросы, товарищи, нет? Нет, закончили. Люди немногословны, собраны, суровы. Распоряжения отдаются в полголоса и выполняются беспрекословно и немедленно. Авария такова, что ее масштабы, характер, развитие событий оценить и прогнозировать сложно. Чрезвычайно сложно. Право на ошибку не дано. Право на ошибку не дано. Особенно здесь. Шаг в сторону от разведанных маршрутов и непоправимое. Потому счет рабочим сменам все еще на минуты. Так высоки поля радиации. Шаг за шагом обследуются все коридоры, установки, все службы. Дело делается с полным осознанием опасности. Когда в начале выполняются задания, как бы сложно оно ни было. А уж потом смотрят в глазок индивидуального дозиметра накопителя. Право на ошибку больше нет ни у кого. 5 тысяч тонн бора, доломита, свинца, сброшенные с вертолета в смертоносные жерла реактора, уменьшив излучение, утяжелили конструкцию. Если не выдержит фундамент... Грунты самые коварные. Песчаники. Но тюбинг за тюбингом, в подреакторную преисподнюю уходит тоннель. Здесь по трубам пустят бетон на плиту основания саркофага, в котором должен умереть больной реактор. В забое минимум радиации. Но температура плюс 35. Сменяясь на вахте каждые 3 часа, выгрызаются под реактор донецкие шахтеры. Сменяясь на вахте. 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 Это днём у телевизоров, когда председатель правительственной комиссии скажет, сегодня мы можем наконец перевести дух. Самое страшное, чего боялись, уже позади. Это значило, брак остановлен. От обороны, пусть медленно, пусть крайне осторожно, можно переходить к наступлению. Из хроники событий. В Чернобыле на городском пустыре заложено три бетонных завода. Срок пуска первого через 10 дней. Темп удивительный, даже здесь. А пока бетон везут издалека, из Выжгорода. 9 мая, в День Победы, отсюда пошёл в Чернобыль первый бетон. 20-го его было отгружено 120 тысяч кубов. Всё побывавшее в зоне и люди, и машины под строжайший контроль. Распространению грязи, как говорят в зоне, поставлен заслон. На аварийных работах минимум риска, максимум безопасности. Это и девиз, и приказ главного оперативного штаба. Пункты санобработки. Только тренированные армейские парни могут вынести такую вот 12-часовую смену на 30-градусной жаре. Но как бы здесь пригодились моечные автоматы, о них заранее никто не подумал. Записки, адреса, фамилии ищут своих. Пионер лагерь сказочный столкнулся с суровой былью. Не звенят здесь этим летом детские голоса. Для тех, кто лишился дома, дом сейчас здесь. Между вахтами в сказочном отдыхает персонал станции. Вертолет-столовая перемещается по зоне в соответствии с обеденным временем. Жизнь продолжается. Продолжается работа. И чтобы ее делать, из ближних и дальних сторон по адресу беды спешат добровольцы. Телеграмма с Сахалина. Совет у министров СССР. Я бульдозерист. Хочу принять участие в ликвидации аварии. Контарев Николай Андреевич. Через пять дней он уже управлял по радио маневрами бульдозера-робота на площадке станции. Дежурный по оперативному штабу на АЭС Александр Батруддинов. После института много лет проработал на Чернобыльской АЭС. Затем перешел на Татарскую атомную. В трудный час вернулся. Встал плечом к плечу с товарищами. Николай Васильевич Карпан. В трудной неделе назначен заместителем главного инженера станции по радиационной безопасности. С первой ночи аварии его дозиметр побывал в самых горячих точках АЭС. И молодой врач из Черкасс Сергей Петренко и опытные медики, приехавшие в Чернобыль со всей Украины, с губительным действием радиации в своей врачебной практике встретились впервые. Но в обстановке крупнейшей аварии они сумели установить строгий контроль за предельно допустимой дозой облучения и предотвратили массовое поражение лучевой болезни. Буквально через 15-20 минут после аварии все главные специалисты были вызваны по телефону на свои рабочие места. Медики шли не только по вызову, они шли по зову сердца, зная о том, что они там нужны в этой экстремальной ситуации. Особый героизм проявили у нас сотрудники скорой помощи, потому что они именно из горячего блока вывезли не один десяток пострадавших. Такие врачи, как Белоконь Валентин, Тынянов Павел, водители скорых машин Гумаров Анатолий, Винокур Анатолий, Виктор Кривошипа, которые в настоящее время находятся на лечении в одной из клиник города Москвы. Их машины, скорые, с той ночи нельзя пустить ни в работу, ни на переплавку. Так высока зараженность радиации. Но забыв о себе, медики спасали. Вывозили в аэропорт пострадавших. Первыми ложились на стол, если нужно было прямое переливание крови. И последними принимали профилактические лекарства. Эти места уже раз переживали эвакуацию. Но тогда горели села. Мессеры с бреющего полета расстреливали на большаках детей и гурты скота. А сейчас картошка на огородах посажена, вишни за хатами цветут, урожай будет. Поезжали молча, в каком-то оцепенении. Это спасение, что ждут соседи в Бородянке, в Макароле. Но как в народной песне поется, чужая хата не своя. Бой крестьянина можно понять. Что будет с их селами, луками, пашнями, с самой полеской землей, верой и правдой, служившей сотням поколений. Очень тяжело было смотреть на них, когда мы, приезжая в село, актив был направлен в каждый населенный пункт, смотреть, как они расстаются со своим домом, со своим хозяйством. Здесь, по приезду в Бородянский район, где мы сегодня находимся, в Макаровский район, расселяли мы своих людей, будем говорить, ну, по производственному, может быть, принципу, то есть колхоз накладывался на колхоз, предприятие на предприятие, руководитель, благодарил к семье руководителя, механизатор, механизатор, и таким образом, буквально в считанные часы, все население района было размещено, встречено очень хорошо. В первое время каждый делился и куском хлеба, и делил то горе, которое постигло Чернобыльский район. Разбросанные в эвакуации люди ищут и ищут друг друга через родственников, соседей. Добрый день, чей вечер, дорогие мои, тато, сестричка Валюшка, бабуся, мама и наша хозяйка, и тетя Галя Сергей с великим привитом до нас. Да, горе заставило не только отделение связи поменять стиль работы. За 10 дней беды ни одна бумага не вышла из чернобыльских райкома и райисполкома. А ведь были предприняты необычайно крупные меры. Вывезены из района бедствия люди, перебазировано все животноводство. Беспривычные бумажные метели. Это большой урок. Жаль, что дался он так горько. Ценой опустевших человеческих гнезд, ценой осиротевших колхозных полей. Смирно! Товарищ полковник, сводный отряд Днепропетровской области прибыл в город Чернобыль для участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, докладывает подполковник Якименко. Товарищи, мы сменяем черкасский сводный отряд. Нам предстоят большие, ответственные и сложные задачи. Прежде всего, обеспечить необходимо противопожарную защиту атомной электростанции и ликвидацию торфяных пожаров, которые в настоящее время имеют место. Беда не ходит в одиночку. В считанные секунды готовы к бою с огнем, как их товарищи той зловещей апельской ночью лейтенант Кибинок, сержант Тишура, сержант Ващук, старший сержант Игнатенко, младший сержант Тетенок. Лейтенант Правик. Письмо от жены пришло в клинику, когда его уже не было в живых. Герои Чернобыля, победившие огонь. Их партийные комсомольские билеты мы положим еще в нашу музею. За то, что сумели совладать с собой, когда в полный голос кричал инстинкт самосохранения. За то, что ценой собственной жизни предотвратили еще большую беду. За мужество, за готовность к самопожертвованию в трудный час. Там было большое количество наших работников. Это был подлинно массовый такой, ну даже будем говорить, героизм. Не было ни одного случая отказа от службы или попытки уклониться от выполнения самой сложной, самой серьезной задачи. Если говорить о населении, то это высокий уровень сознания, высокой нравственности. Ну, во-первых, не было паники. Люди проявили понимание случившегося. Но, к сожалению, были другого склада люди. Попытка сгладить ситуацию, попытка уменьшить последствия происшедшего, она не позволила буквально в самые первые часы сделать еще больше для того, чтобы уменьшить последствия вот случившегося. Второй раз в разговорах с людьми в нашем фильме звучит слово героизм. В Чернобыле его произносят редко и как бы смущаясь негромким голосом, как когда-то на фронте. Но в мирное время как часто за героизмом одних кроются недомыслие, безответственность, головотяпство других. не потому ли вот так на пределе человеческих возможностей, нервами, здоровьем, кровью приходится платить за то, чему партия объявила непримиримый бой. Самоуспокоенность, некомпетентность, карьеризм, демагогия, лесть. Не это ли истинные адреса и чернобыльской беды, и других бед? Поступило заявление инженера-диспетчера Варивады Анатолия Иосифовича с программой и уставом партии знаком, признаю и обязуюсь выполнять, не считаясь со своими личными интересами. Подпись дата имеется. Находился значит с первого дня 27-го числа, принимал участие значит в организации локализации АЧГа это первая будем говорить программа которая была. Ну как я ее выполнял значит товарищи рекомендующие знают очевидно многие знают Вступающим в эти дни в партию здесь задают два неанкетных вопроса Как ты вел себя в первые часы аварии? Что ты делаешь сегодня? для ликвидации ее последствий Но не все было героическим И потому так бурно проходили партийные собрания первых черно-белых недель Растят называли растятами чинуш чинушами трусов трусами иначе нельзя иначе не победить не пересилить беду ни в Чернобыле ни далеко от Чернобыля И давайте так поговорим откровенно Кончивась эвакуация Но все понимали что сказано было женщин и детей Можно сопроводить можно устроиться Но можно было на завтра позвонить припятский горком партии Дать телеграмму Некоторые правда имеют основательные документы Нечего говорить Но есть товарищи коммунисты которые зная обстановку здесь отсиживались селом до 10 числа Как назвать таких товарищей Случайный человек Трус вдова Шкурник вдова Он свои дела прошел Это это не какой-то не коммунист Исключают из партии Этот бросил в беде работу товарищей И самое страшное непростительное детей Подростков из Припятского СПТУ номер 8 Сбежали и прятались те кто любил покрасоваться на собраниях кто бил себя в грудь кто слыл послушникам у начальства Угодничать стало опасно Реактор не разбирается кто любимчик у Ивана Ивановича а кто нет Этот инженер с атомной сбежал за 500 километров Они пришли в парком и сказали что мне делать я коммунист дайте мне работа Я согласен кто не разбирает что вы была более 3000 уже написало в большом партии песен с просьбой устроиться на работу а наш работник трус оказался уехал и сейчас красивыми словами хочет нас всех расстрелить это самый настоящий трус и нечего держать сейчас на атомной станции никаких должностей ему не должно быть трусам и паникерам не место там да сейчас неловенное время дезертиров не приговорят к расстрелу но всеобщее наше презрение станет им пожизненным наказанием здравствуйте у меня первая группа крови резус фактор отрицательный хочу вам помочь юрис богдакс 10 лет битовская сср дорогие товарищи я еще маленький и ничем не могу помочь приезжайте к нам на лето варгазингена 9 лет Ленинград да порой урок гражданственности дают взрослым наши дети тревожным этим летом мы отправляли их на юг выезжали целыми классами школами районами впервые не будут звенеть детским смехом наши парки Днепровские пляжи такова суровая необходимость избежать возможных последствий радиации ведь тревожнее всего за детей Киев как гомель как другие задетые бедой города и села стал суровей подтянут и верно своему характеру находил в себе силы даже шутить дожидаясь милых каракулей в конверте родного голоска в мембраме между коротки продолжал работать подавлял тревогу и строил на своих новых массивах дома для эвакуированных чернобыльских энергетиков вся Украина каждая ее область на земле и на карте оставит свое село для пострадавших Тернопольское Одесское Крымское а бригада грецка Кирющенко Киевское семь тысяч домов наперекор запустению за красной чертой бедствия зазвенят еще села детскими голосами по тревоге на рубеже беды встала наша армия уходят как за линию фронта только без боепитания с одним сухим пайком в штабах на военных картах центр 30-километрового красного круга черный словно на передовую в черный круг беды уходят автобаты роты связи летчики саперы химики разведка проведена двумя расчетами БРДМ по заключениям разведки поставлена задача на дезактивацию 20 зданий до 3-х часов дня будет выполнено 9-этажных зданий обработано 6 5-этажных зданий 9 в част различных стихийных бедствий будь то землетрясение наводнение или лесной пожар в газетах обычно скупо сообщается в спасательных работах участвовали воинские части чернобыль чернобыльская авария по размерам граничится стихийным бедствием по последствиям куда серьезнее их и потому остановить наступление радиации с таких полевых аэродромов в черный центр беды уходили на самый первый бой вертолетчики генерала Антошкина на авиаразведку полей радиации делать аэропотосъемку мешками сбором песком свинцом бомбить жерло реактора теперь на полетных картах районы дезактивации с воздуха связать спецрастворами радиоактивную пыль и грунт остановить защитить из хроники событий защита защита и еще раз защита таков главный приказ оперативного штаба на глубину в 40 метров уходит бетонная стена защита грунтовых вод а значит и всего живого в бассейне Днепра в тоннеле под реактором донецких проходчиков сменили туляки 150 добровольцев всех желающих в сводный отряд взять не смогли уже в самолете выявили семерых зайцев они тоже здесь на вахте все вахты на последнем передаясь рубеже раньше пересаживались в тряске БТР теперь на маршруте львовские автобусы в латах облицованные свинцом в четверг в конце дня заказ поступил на завод во Львове в субботу спецавтобусы ушли на Чернобыль и так работали все промышленные центры республики Союза в адрес Чернобыля без промедления редкие минуты отдыха словно в окопах между боями наведен первый телемост Чернобыль Москва мастера культуры Киева Москвы других городов считают своим долгом выступить перед чернобыльцами да борьба весь передышки без выходных как часто в приехавших на зов беды Чернобыль открывает то что неведомо было им о себе самим у Николая Шевченко для проектирования металлоопалубки не было под рукой ни кульмана ни дисплея но после принятия проекта правительственной комиссии металл на завод пошел через час через день первые металлоконструкции были в Чернобыльском порту на Демидовском перекрестке часы пик круглые сутки его комендант лейтенант Гейбард Ничук в день аварии был в отпуске без вызова вернулся в Киев и сюда на главную Чернобыльскую автомагистраль эта земля должна вернуться в хозяйственный оборот республики группа ученых из России возглавил лауреат государственной премии СССР Евгений Федоров придется напряженный поиск как вылечить Полезскую землю как вернуть ее людям в этих песках за считанные недели проляжет автотрасса от Чернобыля к селу Страхолесье где в усерике детерев уже возводится новый вахтовый поселок энергетиков Зеленый мыс на строительство лауреат государственной премии СССР Дзивун взял из своей бригады шестерых мастеров остальные в Киеве дают норму за ушедших товарищей на практику Сергей Ромейков студент журналист университета дружбы народов имени Патриса Лумумба из Москвы мог поехать в Крым на Алтай он выбрал Чернобыль многодирашку АЭС фронтовую газету как называют ее в зоне Я каждый день сам себе говорю о том что я поступил в общем-то правильно и то что я получаю здесь и в смысле работы редакции и все то что здесь вокруг видишь сейчас слышишь есть на чем подумать да есть над чем подумать когда наша общая беда назвала этот адрес как не хватало нам по час ответственной полной информации правды в духе перестройки с откровенностью партийного съезда а правда сегодня заключается в том что вот так в Чернобыле начинается каждое партийное собрание и в минуту молчания не имеем права перед памятью погибших самоуспокоиться приукрасить солгать правда сегодня в том что под Чернобылем в таких вот могильниках вынуждены мы с болью хранить свой труд и каждый день аварийных работ съедает и съедает народные рубли уже не тысячи не миллионы миллиарды так нужные для ускорения пятилетки правда в том что далеко не всем из эвакуированных ста тысяч удастся вернуться под родной кров в ближайшее время щемящая правда сегодня заключается в том что впервые на долгой памяти нашего народа боимся мы прикоснуться к щедрым земли матери что взращенные человеком древо цивилизации кроме благ несет нам свои отравленные как эти в селе копачи плоды партия назвала все своими именами грубые нарушения правил эксплуатации АЭС неподготовленные эксперименты бесконтрольность со стороны союзных инстанций недисциплинированность безответственность халатность вот он бескомпромиссный чернобыльский диагноз и виновников тоже по именам невзирая на ранги заслуги министерские кресла горькая правда но когда говорим ее открыто не отчаянье вызывает она а желание круче засучить рукава да педа не ходит в одиночку авария многодневные нечеловеческие труды могут пойти прахом в трубах проложенных под реактор ценой человеческого подвига и здоровья предательски застыл бетон и снова вперед вышли добровольцы ведь авария в поле высокой радиации вот он героизм без пощады к себе на острее всенародных усилий по ликвидации чернобыльской беды да это очень мужское дело очень мужская обязанность стоять в чернобыльском строю ко всему привыкает человек необычное становится обычным и опасность становится бытом и беда вроде бы уже и не беда после трехчасовых смен отдыхает в подземном бункере под станцией очередная вахта а до дома ты в белом городе куда нельзя вернуться всего с полчаса хоть бы дорогая мамочка в газетах пишут что на нашей АЭС еще опасно если можно забери книгу об экзюперии из серии ЖЗЛ из нашей припятской квартиры письма к детям на юг записывает бригада украинского радио дорогая доченька здравствуй а нас не беспокойся отдыхай хорошо участвуй во всей жизни лагеря веди себя хорошо очень буду ждать от тебя письмо пиши нам на пионерский лагерь сказочный мы с папой в отпуск еще пойдем не скоро ну вот вроде бы и все а нас не волнуйся еще раз тебе говорю большой привет тебе от всех знакомых кое-каких девочек я уже тебе нашла потом тебе сообщу их адреса ну все дорогая доченька отсюда мы тебя и обнимаем с 25 апреля по 27 апреля 86 года находилась в городе Припяти непосредственно в близости от Чернобыльской атомной электростанции с 27 апреля по 2 июня находилась в городе Чернобыль и работала в райкоме пар лимфоциты абсолютное количество 1320 тромбоциты 258 тысяч и нейтрофиты 3740 динамика анализа 2, 4 и 6 июня вполне благополучна женщины они сами попросились сюда но сердце сжимается когда видишь здесь в Чернобыле женские лица простые милые лица выплачутся они потом в комнатах общежитий в бывших пионерлагерях чтобы утром на вахте улыбаться даже шутить и делать делать свою женскую но такую мужскую работу наши советские люди в частности киевляне откликнулись на просьбу нашу и очень многие приходили и предлагали свою кровь безвозмездно и костный мозг в частности к нам обращались медики рабочие педагоги просто молодежь не агитируем а мы просто говорим кто может сдать вы знаете не было ни одного человека кто бы не сдавал эту кровь даже подошел ко мне мальчик ну я вам скажу даже ребенок мне на вид его было лет 15 худенький маленький бледненький я значит ему говорю знаете донор вы не можете сдавать кровь он говорит как же я могу поступить иначе если все окружающие меня товарищи сдают а я не могу вы понимаете я ему начала объяснять вы маленький вы еще до 18 лет он говорит ну вы хотите не 300 возьмите с меня 150 этих взносов не сможет учесть счет 904 на который фонд Чернобыля миллионы людей переводят свои трудовые рубли 300 кубиков крови разовый донорский взнос и спасительный костный мозг тоже взнос фонд жизни фонд человеческого сострадания фонд доброты запомни этих кубинских ребят чернобылец твою беду они приняли как свою кровную мы сначала были в колхозе чтобы работать там мы работали один день чтобы это 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 работа отдать на Чернобыль а потом как наши ребята сказали мы приехали сюда и тоже сдали кровь для того чтобы помогать всем людям почему мы не можем показать наш маленький помощь это не героизм это интернационализм с момента аварии прошло 25 недель всего 25 недель но таких словно прожита целая жизнь авария создала напряжение в энергобалансе страны и уцелевшие энергоблоки миллионники должны возможно скорее начать наверстывать упущенные работает уже первый энергоблок запускают второй расширяя и расширяя наступление отвоевывая беды плацдарм за плацдармом люди спешат но спешат теперь планомерно обдуманно по взвешенным графикам с точным расчетом выставили дождались пришел наконец большой бетон 5000 кубов в сутки чтобы упрятать в многометровый монолит адскую ядерную кухню навсегда но как нужно быть осторожным как нужно помнить что возвращенные человеком древо цивилизации дает не одни только блага мы должны рассчитывать всегда на то что возможен самый крайний случай и должны быть заранее приняты меры безопасности как по его так сказать недопущению что было недостаточно явно здесь так и мы должны быть готовы к очень быстрой ликвидации потому что многое нам приходилось сейчас делать задержкой на ходу начиная от медицинских дел и кончая вот всеми этими техническими средствами химическими и так далее а ведь на самом деле сам взрыв был совершенно ничтожный он был там стекла сохранились в 200 метрах кафе то есть фактически взрыва не было был развал с точки зрения начального выброса активности он ничтожный по сравнению с той которая будет в атомной войне поэтому для всего человечества это большой урок и я должен сказать что я как ученый и как человек который вот связан с вопросами разоружения я считаю очень мудрым и человечным и далеко идущим решение советского правительства нашей партии о том чтобы еще раз обратиться к всему человечеству о прекращении ядерных испытаний как первом шаге для полной ликвидации ядерного оружия вы видите как трудно в мирных условиях бороться с этой силой а как это будет происходить в военных условиях и верно подметил кто-то в трудной эти недели что единственной защитой от взрывающейся сулящей гибель цивилизации может быть только сама цивилизация умудренная оснащенная прозорливая накопившая опыт потерь и потому в наш горький чернобыльский опыт так пристально вглядывается мировое сообщество 4 тысячи реакторов лет практически безопасной эксплуатации атомных электростанций прерваны несколькими крупными авариями в разных странах мира видеокассеты из Вены 500 экспертов МАГАТЭ Международного агентства по атомной энергии во-первых они разобрались в том что произошло на этой станции согласились с нашей оценкой причин того что-то произошло мы там после недельных обсуждений все пришли к выводу к тому что главная проблема сегодня в сложных технологических системах это нерешенность проблема взаимодействия человек и машины это главное нерешенность технических проблем в этой области нерешенность психологических организационных проблем в этой области да ядерный век умножил мощь человека рука простого смертного держит сегодня могучую силу тысячи мегаватт после беды Чернобыля мы не имеем права не стать суровей требовательней строже к себе каждый и все ибо хотим а хотим ведь да нет попросту обязаны оставить после себя потомкам землю в цвету в птичьих щебетах а не города заросшие чернопыльником и пшеницу одичавшую из-за проволока опасных зон вопреки запустению за красной чертой жизнь возвращается стараниями людей стараниями всей страны как сказал поэт с журбою радость обнялась всем чернобыльским колхозам червон и полистья будут помнить и внукам опишут этот день августа трудного года 1986 Будем же помнить и в радости и в печали что атом двулик да двулик и когда мирный атом то ли по неполному о нем еще знанию то ли по недомыслию то ли по головотяпству врывается из-под контроля человека он являет нам второй свой лик сродни тому что зловещим грибом который уже десятилетия висит над сознанием над мироощущением современного человечества да это он саркофаг четвертого энергоблока за бетоном и свинцом за многотонными конструкциями упрятаны радиоактивные развалины реактора его ядерное топливо но борьба с последствиями аварии на этом не кончается понадобится еще немало усилий расчеты и отваги чтобы вернуть простому и привычному пожеланию дороги его первозданный смысл саркофаг Продолжение следует...